Первая глава Урок номер 3 Основные параметры вашего шоу Часть 2 Третья вкладка Бакграунд Нажать, чтобы открыть ее На этой вкладке вы можете установить единый фон для вашего шоу Помните, что вы можете отредактировать по своему желанию, независимо друг от друга, каждый слайд со своим фоном Перед вами есть 5 секций окон Первая верхняя секция, так как Watermark, является окном предварительного просмотра вашего шоу Чуть ниже ее окно для выбора стиля фона Background Source Вы можете выбрать три типа вариантов Первый – Solid Color Ваш фон будет иметь равномерный цвет по вашему выбору Второе – Градиенты или цвета градиента Вы можете выбрать нужный вам вариант Цветовой микс в разных стилях и направлениях для вашего фона Последний – Image Как следует из названия Выберите файл изображения или фотографии в качестве фона Переходим к нижней секции В окно редактирования выбранного файла Он содержит команду изменения размера файла Scaling, вращение, rotate, зеркальный эффект, flit и окраска их, colorize Вверху справа – предварительный просмотр файлов Градиент или оригинальный цвет, который используется по умолчанию И, наконец, под ним – на вставке базовых настроек фото для вашего фона Adjustment Вы заметите, что не все команды доступны Активны только те команды, которые доступны для данного типа файла или используемого стиля Посмотрим это на конкретных примерах Во-первых, опция Solid Color Выберите ее, нажав в окне на кружок слева Оригинальный цвет черный Посмотрим, как изменить его Справа от выбранного цвета у вас есть кнопка Set Щелкните, чтобы открыть палитру цветов Над ним у вас есть две кнопки Шанс или Set Color Первая позволяет оставить селектор без изменения цвета А вторая, чтобы применить выбранный цвет У вас есть небольшое превью цвета В треугольнике, чуть ниже кнопка Set Color Во-первых, можно выбрать нужный цвет на окружности RGB смешивания При нажатии на местоположение нужного оттенка Затем, в треугольной диаграмме можно установить интенсивность цвета и насыщенность цветов Нажмите на выбранном месте Как только вы сделали выбор цвета, нажмите на кнопку Set Color Цвет будет применен к вашему фону У вас есть предварительный просмотр в окне предварительного просмотра и в окне Current Show Background Который также сообщает вам, что тип фона использован Верхнее окно справа Solid Color Background А в центре предварительного просмотра Его имя Color У вас нет других возможностей для изменения параметров данного типа фона Смотрим второй пункт Градиент Щелкните на кружок слева от названия, чтобы выбрать его Вы сразу заметите, что ваш фон будет изменен Он будет заменен на черно-белый градиент Мы можем редактировать этот цвет градиента или сам градиент Для этого у вас есть кнопка управления с именем Edit Gradient Нажмите ее, чтобы открыть окно редактирования Мы не будем здесь подробно разбирать все команды окна Этому будет посвящен целый урок Просто для примера Справа вверху у вас есть вставки Gradient Type и выпадающее меню Type Теперь ArenaR Щелкните, чтобы открыть, и выберите Plasma Теперь у вас есть эффект градиента, как облако В левой вставке Preset щелкните нужный цвет Здесь вы можете поэкспериментировать и посмотреть на результат Как только вы сделали выбор, нажмите Окрей, чтобы использовать это для своих шоу Или Шансел, для выхода из редактора без изменений Вы можете увидеть результат в окне предварительного просмотра графики А также в Current Show Background, который также отображает тип фона Теперь это Градиент И также как для сплошного цвета, никакой другой выбор правок не доступен для фона Градиента Смотрим третий вариант Image Также, щелкните на кружок слева от названия, чтобы активировать его Справа от названия у вас есть три кнопки Browse, чтобы открыть файловый менеджер, а также импортировать изображение Symbol, минус, чтобы удалить выбранное изображение Оно будет удалено из вашего шоу, но не с вашего компьютера Третий используется для редактирования изображений во внешней программе Выбрать, Browse и нажать кнопку В меню, которое открылось, выберите Select Mesh File И щелкните его Окно проводника откроет файлы Предпочтительно, старайтесь выбирать изображение того же размера, что и в ваш шоу Щелкните файл, чтобы выбрать его, затем на открыть, чтобы загрузить его в ваш шоу Ваше изображение появится в двух окнах предварительного просмотра, как это будет в шоу и в своем первоначальном виде И, имя применяемого файла Эдитинг Толсмену теперь доступна В Скалинг, вы можете определить, каким образом изображение будет адаптировано в вашем шоу Опция, Fit to Frame, позволяет растянуть изображение от края до края экрана Эта опция используется наиболее часто Мы расскажем о других вариантах в уроке Редактирование изображения Rotate, вы можете задать поворот Установить вращение По, и, против часовой стрелки Flip, две команды позволяют дать зеркальный эффект горизонтальный, или вертикальный для вашего изображения И функции Colorist, изменение их цвета Об этом мы расскажем в уроке по редактированию изображений Теперь меню Adjustment, доступно для настроек насыщенности, контраста, уровня черного и белого, прозрачности вашего изображения и функции изменения цвета Мы рассмотрим последнюю вкладку, Sound Thread в следующем уроке Спасибо за ваше внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok